Межрегиональная экологическая экспедиция Школьников России собрала ребят и педагогов Из 28 регионов страны В живописной Тиберзе А на межрегиональный форум На вершине в Донбай съехались Представители благотворительных фондов Из 11 регионов России Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Карачаева, Черкесия Сегодня в Доме правительства Прошла очередная 48-я сессия Депутатов Народного Собрания В числе рассматриваемых вопросов Принятие годового отчета Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии Внесение изменений в отдельные законодательные акты Оказание дополнительной социальной меры поддержки Некоторым категориям семей Члены которых в настоящее время Проходят военную службу Так, ранее комитет по социальной политике Представил законопроект В соответствии с которым Доходы мобилизованных не будут учитываться При определении права малообеспеченных семей На меры соцподдержки Данный закон это дополнительная социальная мера поддержки Малоимущим многодетным семьям Члены которых призваны на военную службу Согласно указу президента Российской Федерации Там при расчете на душу населения Душевое Чтоб не учитывали, вычитывали оттуда И дневременное пособие Которое выплачивается военнослужащим Которые призваны Усилить работу по приведению придомовых территорий Населенных пунктов Карачева-Черкесии в надлежащий порядок Об этом заявил глава республики Рашид Семрезов на оглашение послания Также руководитель региона поручил правительству республики Организовать работу и до 1 марта следующего года В каждом населенном пункте установить современную детскую площадку А Минстрою совместно с главами муниципальных районов и городов Кардинально улучшить качество водоснабжения Путем массового строительства водопроводных сетей Очистных сооружений и других объектов При этом необходимо привлечь все возможные источники финансирования В том числе в рамках различных федеральных проектов Специальных казначейских кредитов Средств Фонда национального благосостояния И программы комплексного развития сельских территорий В Тиберде началось строительство распределительных газопроводов Протяженностью 5 километров Строительные работы будут завершены в четвертом квартале этого года И сразу приступят к подключению домовладений Готовых к приему газа на основании заявок на догазификацию Отметил генеральный директор Газпром Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачев В настоящее время также продолжается строительство распределительных сетей В соседнем ауле Верхняя Тиберда В Карачево-Черкесии проходит 21-я межрегиональная экологическая экспедиция школьников России Представители из 28 регионов страны в количестве 248 человек Проведут незабываемые дни в одном из живописнейших уголков республики Тиберде Основная цель экспедиции – реализация краткосрочных интенсивных образовательных программ Обучения групп школьников из различных регионов России В учебных мастерских учителей-лауреатов конкурсов «Учитель года» по их авторским методикам Мы рады приветствовать вас в гостеприимной, многонациональной Карачаево-Черкесской республике Очень символично, что в год педагога и наставника В столетие образования Карачаево-Черкесской республики У нас проходит 21-я межрегиональная экологическая экспедиция Или по-другому мы ее называем «Летняя школа молодых педагогов» Добро пожаловать, коллеги, ребята, в нашу красивейшую республику Надеемся, что на протяжении всех этих 14 дней Все 28 субъектов и делегации, которые сегодня прибыли в нашу Карачаево-Черкесию Продуктивно, интересно проведут время Вы поделитесь лучшими педагогическими практиками Проведете лучшие мастер-классы Ну и, конечно, вы побываете в наших самых красивейших местах Импакт и измерение социального эффекта Эта тема стала главной межрегионального форума на вершине Организованного Карачаево-Черкесским благотворительным фондом По поддержке малоимущих слоев населения Территория Милосердия-09 Презентация проектов, панельные дискуссии Блиц-консультации, мероподдержки, оценка эффективности Заявки на конкурсы, отчетность Все это обсуждали участники мероприятия Алла Качиева подробнее Форум некоммерческих организаций на вершине Организован и проводится впервые Здесь, в курортном поселке Домбай Собрались эксперты, представители власти И благотворительных фондов Из 11 регионов России Форум организован благотворительным фондом Территория Милосердия, который выиграл В конкурсе фонда президентских грантов Проводится в целях того, чтобы Научить на новом уровне Работать благотворительные фонды И оценивать ту работу, которую они проделывают То есть непосредственно измерить Эффект от той работы, которую они делают Безусловно, это измеряется определенными параметрами Которые не все еще знают Зачастую получается так, что мы работаем Тратим какие-то усилия И затрачиваем усилия Они гораздо больше того эффекта, который мы получаем Красивые пейзажи, чистый горный воздух И приветливые хозяева Настраивают участников на плодотворную работу Первое, наверное, что понравилось, это люди Очень открытые, очень пытливые С очень конкретными вопросами Которые не стесняются их задавать И которые хотят узнать максимально много Для того, чтобы та работа, которую они делают Становилась еще полезнее людям Но и второе, это природа Я у вас меньше суток, но мне кажется Две вот эти вещи, они просто поражают до глубины души Мой первый визит в Карачаево-Черкесию Я в восторге, мы приехали ночью Но и вечерние виды, и дневные уже успели посмотреть Неописуемая природа Все чаты заполнены фотографиями, которые я отправляю близким Желание им поделиться Приглашаю их сюда, обязательно всем рекомендую Пока полный восторг Вдохновленные красотой природы Карачаева-Черкесии Все 120 участников межрегионального форума Начинают обсуждение главной темы От имени председателя правительства республики Собравшихся приветствует первый заместитель министра труда и социального развития республики Фатима Убиева У нас в министерстве есть слоган, который звучит так Другим послужить призывается тот, кому доброе сердце дается Я считаю вас более социальщиками, чем мы сами Потому что вы этим занимаетесь по зову сердца и души, а не по долгу службы Поэтому низкий вам поклон, крепкого здоровья Пусть и Вышний будет рядом с нами, пусть дает возможность помогать людям приносить добро Работа благотворительных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальном секторе Имеют особую важность для нашей страны, как для социального государства Деятельность которого направлена на формирование условий для качественной жизни людей и развития их потенциала НКО – это не пассивные участники жизни в стране, а активные организаторы Вы знаете, время действительно показало, что и в период пандемии И когда к нам приехало огромное количество беженцев с Украины И сейчас в период СВО, вот действительно, когда в стране новые вызовы Кто откликается? Это, конечно, НКО Попытка выработать общую позицию для НКО – основная задача форума Что касается тематики форума, то эта тема тоже выбрана не случайно Она нами буквально выстрадана за уже более 10 лет работы на поле в разных регионах Это импакт по-английски, по-русски, если говорить, это преобразование Социальное изменение, которое мы вносим своей деятельностью в жизнь общества То есть, насколько та или иная деятельность НКО улучшает жизнь простых людей, жизнь общества Метод измерения эффективности и внедрения новых решений Обеспечения устойчивости социальных проектов В дискуссиях на эту и другие темы собравшиеся принимали активное участие Прозвучали актуальные вопросы, компетентные ответы от экспертов и опытных коллег Мне кажется, мы собрались здесь все не только и не столько для того, чтобы послушать экспертов Сколько обменяться тем опытом, который есть у коллег в разных регионах Понять, что получается, что не получается И попытаться освоить новые инструменты управления благотворительными программами Потому что эти инструменты в нынешней ситуации, когда ресурсов больше не остановится А в то же время количество дел и проектов увеличивается Чтобы эти инструменты помогли нам найти вот этот правильный баланс Не случайно форум назван на вершине Все, кто сюда приехал, достигли определенной высоты Готовы об этом говорить, анализировать, улучшать В то же время остается место для следующей вершины То есть, куда идти и расти, признаются эксперты и участники Моя задача в том, чтобы помочь участникам разобраться в том, каким образом отчетность, публичная коммуникация, информационная открытость Могут помочь им привлекать партнеров, волонтеров, спонсоров, удерживать благополучателей и формировать доверие к своей деятельности Форум будет длиться 4 дня В программе не только познавательные и образовательные курсы Но и экскурсия по достопримечательностям, известного на всю страну Крорта Алла Качива, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Домбай Далее смотрите специальный репортаж Галины Алиевой о станции переливания крови Галины Алиевой о станции переливания крови